Привет, мои дорогие! Я Эдин, кто меня не знает, и вы мне просили, чтобы я сделала вам видео о израильских певцов. Так что я начну потихоньку, и сегодня я вам расскажу о нескольких. Начнём с Авив Гефен. Авив Гефен родился в 73-м году, и дети в моём возрасте, скажем, до 20 лет, и в моём возрасте, и больше, кто любит рок, все мы выросли на нём. Я в 12 лет была на его концерте, и месяц назад я была на его концерте, и это просто было восхитительно. Авив Гефен, он сын известного поэта, журналиста, писателя по имени Йонатан Гефен. Я думаю, что это хорошее начало для такого таланта, как Авив Гефен, но вообще-то Авив Гефен не очень близок к своему папе, и много его песен, а не против его папы. В 2004 году Авив Гефен присоединился тоже к очень талантливому человеку по имени Стивен Уилсон, и они вместе создали группу, которая называется Blackfield. Стивен, он из Британии, и все эти песни были на английском. Я сейчас вам дам послушать несколько этих песен. Эта песня называется The Rock of a Rare, и в переводе это значит «Это только лунный свет». Дети, которые выросли на Авив Гефен, называется «Дети лунного света». Я не певец, но это очень красивая песня. И я вам еще дам попробовать песню Blackfield. Множество песен Blackfield этой группы, которую он создал с британским певцом и гитаристом, они переведены из иврита с песен Авив Гефена, но некоторые песни они написали вместе, или написал Уилсон. Так что одна из их песен – это Blackfield. Очень красивая песня, по-моему. Мы были месяц назад на его выступлении, концерте. Это было просто восхитительно. Очень очень красиво. Он никогда не умирает. Я слышу его с тех пор, куда мне уже 12 лет. Я до сих пор его обожаю. Если бы я могла посвятить все это видео Вив Гефену и весь мой канал, я бы это сделала. Но время у нас нету для этого, так что я вам оставлю внизу две эти песни, и вы можете делать ресерч по интернету и услышать несколько его песен. Следующий певец – он Ари Кайнштейн. И что я могу вам сказать про этого восхитительного человека? Арик Айнштейн родился в 1939 году в Тель-Авиве. Тут вырос и жил всю жизнь. Арик Айнштейн – он национальный певец, так его называют. И к нашему гору он умер полгода назад. И это была травма всему Израилю. Все были очень грустны. Мы в университете у нас поставили, и весь день играли его песни на улице. Везде играли, по радио играли только его песни. Это был траур для всего Израиля. Этот человек, он был все для Израиля. И все на нем выросли. Нет одного, кто не вырос на нем. Это неважно, что вы любите слушать. Или рок, или поп, или другие стили музыки. Я могу слушать Ари Кайнштейн весь день. И не важно, сколько я буду слушать, его диски не закончатся. У него очень много песен, очень красивых. Я думаю, что когда я выйду замуж, и пойду у нас, не знаю, что знаете, как еврейские свадьбы. Праздно, что есть у нас хупа, такой квадратик, куда меня ведет мой муж, следующий, ну, будущий. И пока мы идем в хупу, играет музыка. Думаю, что Ари Кайнштейн будет спеть, когда я пойду на хупу. Еще что хотела бы сказать, что когда я была у Ари Кайнштейна на концерте, он был хорошим другом Ари Кайнштейна. И даже у них есть песня вместе. И последняя песня была с Ари Кайнштейн. Ари Кайнштейн был видео, конечно, у него же не был в жизни. И Ари Кайнштейн играл и пел. И когда он не пел, то Ари Кайнштейн пел. Мы все были, мы дрожали. Это было просто восхитительно. Вот и все. Я вам дала немножко почувствовать вкус певцов израильских. Пожалуйста, скажите мне, если вы хотите еще такие видео, если вам это интересно. И если вам понравилось, дайте мне фидбики, расскажите мне, как это изменить. Или как сделать это лучше. И вот и все. Если вам понравилось, то ставьте мне палец вверх. И пишите свои мысли внизу. Если вы не мои друзья еще, то просто подписывайтесь. Пока.